Большие белые акулы – это не просто одни из самых страшных хищников океана, но и удивительные создания, обладающие уникальными адаптациями, которые позволяют им бродить по бескрайним водам, преодолевая огромные расстояния в поисках пищи. Эти морские гиганты веками привлекают внимание ученых, исследователей и простых обывателей своим величием и загадочностью. Но несмотря на всю свою мощь и превосходство в водной среде, белые акулы оказываются уязвимыми перед лицом человеческой деятельности и попыток содержания в неволе. Такие попытки нередко заканчиваются печально, открывая множество вопросов о благополучии этих удивительных существ и о том, как мы можем лучше защитить их в будущем. Столкнувшись с факторами, влияющими на их здоровье и продолжительность жизни в плену, мы начинаем осознавать, насколько сложна жизнь этих величественных существ в условиях, далеких от их естественной среды обитания. Находясь в плену, большое большинство белых акул обычно прекращает есть и быстро умирает. Печальные результаты этих экспериментальных попыток связаны с различными факторами, которые влияют на общее состояние их здоровья, а также с тем непреодолимым стрессом, который они испытывают в условиях, далеких от знакомых вод. Эти акулы, оказавшиеся в неволе, сталкиваются с множеством ограничений, и это оказывается слишком мучительным для этих величественных хищников. Они начинают проявлять признаки стресса и вскоре оказываются в критическом состоянии, плавая брюхом кверху, что становится ярким предвестником их неизбежного ухода из жизни. Осознание этих факторов помогает нам глубже понять, насколько важно обеспечить условия, в которых эти удивительные существа могут действительно выживать. Важнейшим из факторов, который оказывает влияние на их продолжительность жизни в океанариуме, является объем резервуара. Большие белые акулы по своей природе способны преодолевать невероятные расстояния, свободно перемещаясь по своим водным территориям и ища подходящую пищу. Эти удивительные существа обитают в открытом море и известны своей способностью активно мигрировать. Их миграции становятся предметом многочисленных исследований, поскольку они открывают завораживающий мир, где белые акулы могут соперничать с китами и касатками по протяженности своих маршрутов. Например, в 2014 году одна меченая белая акула была регистрирована пересекающей весь Атлантический океан, пройдя тысячи миль. Это стало настоящим чудом природы и еще одним доказательством их устройств и внутренней силы. Однако, наличие достаточного пространства и объема воды – это только часть уравнения. Вторым важным аспектом является конструкция аквариума и его стен. Стекло, которое отделяет акул от зрителей, представляет собой заметный стресс-фактор для большинства морских обитателей. Степень зрительного контакта между акулами и людьми может стать источником агрессии и раздражения для этих животных. Большие белые акулы, известные своим мощным поведением, бьются о стеклянные стены, что может привести к серьезным физическим травмам. Это причиняет не только значительные повреждения на теле акулы, но и создает массивные психологические травмы. Зрителям, которые пришли, чтобы полюбоваться этими величественными хищниками, такая ситуация не приносит радости, а скорее вызывает глубокое беспокойство. Люди не хотят видеть страдания, даже если это всего лишь иллюстрация неумолимой судьбы. Помимо этих физических факторов, нельзя забывать, что белые акулы – это высшие хищники, существующие в совершенно другой экосистеме, в отличие от более дружелюбных существ, таких как скаты манта или косяки мирных рыб. Белые акулы ведут совершенно другую жизнь и имеют свои уникальные потребности. Их поведение и способы питания сильно отличаются от действий мирных обитателей морей. Белые акулы охотятся, и они отдают предпочтение живой пище, что создает дополнительные трудности для океанариумов, стремящихся обеспечить своих обитателей подходящей живой пищей. Этот процесс кормления не только является тупиком для работников аквариума, но также вызывает дискомфорт у зрителей. Глядя на охоту, зрители могут испытывать неприязнь к жестокости, даже если это всего лишь аспект естественного поведения акулы. Важным аспектом, который следует рассмотреть, является дыхательная система белых акул. В отличие от многих других видов акул, которые могут открывать и закрывать свои рты, чтобы прокачивать воду, белые акулы вынуждены постоянно двигаться вперед с открытыми ртами, чтобы позволить воде проходить через их жабры. Это делает их особенно уязвимыми, когда они попадают в неволю. Как только они оказываются в контексте плена или аквариума, их здоровье начинает ухудшаться, и это приводит к преждевременной смерти. Этот факт подчеркивает критическую важность понимания их биологии. Условия, в которых находятся белые акулы, должны быть максимально приближены к их естественной среде обитания. К сожалению, большинство белых акул, попадающих в плену, медленно теряют силы. И хотя некоторым акулам требуется больше времени, чем другим, чтобы покинуть этот мир, жизнь этих морских гигантов оказывается невыносимой. Каждый год аквариумы ставят перед собой сложное задание создать подходящие условия для этих удивительных существ. Но чаще всего это не удается. Это подчеркивает, насколько важно создавать обстоятельства, подходящие для выживания белых акул. На протяжении своей эволюции аквариумы, такие как Marinland, SeaWorld и Steinhardt Aquarium, пытались несколько раз содержать белых акул в 1970-х, 1980-х и 1990-х годах. Однако ни одно из этих животных не доживало до более чем нескольких дней. Печальный опыт показывает, что белые акулы не могут адаптироваться к жизни в плену. И несмотря на все усилия, многие из них находятся под угрозой. Даже самые продолжительные случаи содержания составляют всего 16 дней, что говорит нам о том, насколько важно обеспечивать правильные условия для них. В 2004 году океанариум Монтерей-Бей осуществил настоящий прорыв, установив рекорд по продолжительности содержания белой акулы в неволе на протяжении 128 дней. Он также удалось добиться того, чтобы акула начала питаться, что стало сенсацией в мире науки и исследований. Этот прорыв стал первым успешным примером, который внес надежду, что возможно создать более устойчивые и благоприятные условия для этих животных в океанариуме. Тем не менее, такие случаи остаются редкими и требуют тщательного изучения и прочного обоснования научного подхода. Также стоит отметить, что в 1981 году в одном из океанариумов удалось зафиксировать первый успешный случай сохранения жизни большой белой акулы на протяжении 16 дней. Этот малый, хотя и значимый успех, предстал перед учеными и исследователями в качестве важной вехи в калибровании научного исследования и сохранения этих чудесных существ. Но великое множество таких случаев остается значительно малым по сравнению с тем, что достигнуто в Монтерей Бэй. Учитывая историческую справку, впервые белая акула была помещена в аквариум еще в 1955 году. Однако этот эксперимент закончился неудачей, она выжила всего один день. За эти годы человечество стремилось разгадать загадку этих удивительных хищников, пытаясь понять их образ жизни и поведения, но до сих пор сталкивается с множеством проблем. Неопровержимо очевидно, что белым акулам необходимо много свободного пространства для их нормального существования. Итак, выводя на обсуждение наиболее важные аспекты, надо подчеркнуть, что стремление глубже понять поведение, потребности и условия жизни больших белых акул остается важной задачей для исследователей, биологов и защитников окружающей среды. Эти усилия продолжают открывать нам двери к расширению нашего понимания морских экосистем и того, как мы можем помочь сохранить этих величественных и уязвимых обитателей океана. Понимание этих аспектов может стать основой для разработки оптимальных стратегий сохранения и обеспечения жизни этих великолепных представителей морской фауны в условиях, которые могут максимально приблизиться к их естественной среде обитания. От каждого из нас зависит, какую наследственность мы оставим будущим поколениям и какие изменения мы можем внедрить, чтобы дать этим великолепным созданиям шанс на выживание в нашем быстро меняющемся мире. Безусловно, белые акулы, как и все остальные существа на планете, заслуживают уважения и защиты, чтобы их удивительная история продолжалась.